Ростех представил новый пистолет, точнее пистолетный комплекс УДАВ. На него при необходимости можно установить лазерный прицел, фонарь, глушитель. Возможно, именно он заменит стоящие сейчас на вооружении пистолеты. Технические характеристики УДАВа изучила Юлия Шустрая. Расстояние до мишени здесь 50 метров. Сама мишень сделана из прочного листа стали толщиной 4 миллиметра. Пробить такой насквозь, как продемонстрировали сейчас здесь, не в состоянии ни один из пистолетов, стоящих на вооружении российской армии или правоохранительных органов, будь то Макаров или Ерыгин. А вот этот пистолет, новинка под названием УДАВ, в состоянии продырявить 4-миллиметровую сталь насквозь. Пока таких образцов всего 20. У нового пистолета лучшая кучность стрельбы, бронебойное и останавливающее действие. На него, благодаря универсальной планке Пикатинни, можно установить лазерный прицел и фонарь любой модели. А новый глушитель сделан так, что звук попадания в фанерную мишень и то громче, чем сам выстрел. Так что модель имеет все шансы на серийное производство. Этот пистолет один из немногих пистолетов, который позволяет вести эффективную прицельную стрельбу на дальность 100 метров. Что для пистолета является большой дистанцией. Рукоятка выполнена практически полностью из пластика, что позволяет на морозе и на жаре не обжигаться и, соответственно, не охлаждать сильно части тела своей от металлических нагретых или охлажденных деталей. Прежде чем сказать, что оружие готово, сотрудники института тестировали его в самых разных условиях. В этой камере, например, имитируют дождь и высокие температуры до плюс 60, как в тропиках. Есть и такие, где арктический холод до 70 градусов, а здесь пыль и сухость, как в степях и пустынях. Здесь может имитироваться такая ситуация, что образец попадает в условиях пылевой бури, сильной пылевой бури. Перед этим он был насухо почищен, без смазки. И тут на него идет воздействие вот этой вот мелкой, мелкодисперсной пыли. Пыль, она очень здесь тоненькая, она забивается во все щели, во все подвижные механизмы. И образец должен обладать достаточной надежностью, чтобы пройти вот это вот суровое испытание. Даже если военнослужащие вооруженного этим пистолетом застали в той ситуации, когда он должен без смазки не смог почистить пистолет, тем не менее это оружие будет надежно работать в этих условиях. Испытания пистолетного комплекса УДАВ уже завершены. Сотрудники Ростеха готовят документы к заседанию межведомственной комиссии в марте. На ней, возможно, примут решение о серийном производстве пистолета. Один из самых сложных вопросов здесь патроны. Калибр УДАВа стандартный, 9, а вот длина гильзы 21, нетипичная. Такого формата патроны производят пока только на одном заводе в Климовске. Патрон специально создавался еще в 90-е годы по заказу Министерства обороны, чтобы он мог пробивать современные бронежилеты. Патрон получился достаточно удачный, но в массовое производство не пошел. Думаю, этот пистолет может, опять же, быть принят на вооружение сил специальных операций. Замеет ли УДАВ впоследствии пистолет Макарова или Ерыгина вопрос спорный, ведь тогда его придется производить массово, чтобы вооружить десятки сотен офицеров по всей стране. И, соответственно, патроны нужно будет делать тоже большими партиями, ведь запасов такого калибра нет. В общем, перспектива принятия на вооружение УДАВа напрямую зависит от того, на какие расходы будет готово пойти Министерство обороны. Юлия Шустро, Ольга Ольвухина, Азат Атагонов, Павел Витринский. Вести.